привет подписчики канала сидней онлайн сегодня пойдет речь о одном из самозадаваемых часто мне вопросе можно ли уехать сюда в австралию по туристической визе и остаться значит здесь нелегалом теоретически можно можно сделать это даже практически да купите билет прилетите и останетесь но вы смотрите по последствиям что у вас ожидают первое если вы где-то поймаетесь в африк конечно же депортируют вас будет черная метка скажем вы в австралию больше уже не приедете никогда я думаю другие цивилизованной высокоразвитые страны как америка и страны европы вы тоже не попадете стоит ли они того надо задуматься второе поскольку виза у вас будет туристическая у вас не будет возможность сделать здесь tax file number то есть номер налогоплательщика значит вы не сможете открыть счет в банке значит вы не сможете получить кредит вы не сможете сделать кредитную карточку вы не сможете взять в кредит жилье если вы конечно у вас нету кучу наличных чтобы пришли за миллион сразу купили и вы много чего не сможете с точки зрения финансов третье работать вы официально тоже не сможете вы сможете где-то подрабатывать за копейки там за 10 долларов в час мыть посуду по кафешкам вот но если вас не кинут конечно но кинуть вас будет просто потому что вы даже пожаловаться не сможете потому что вы здесь сами нелегально что еще проблемы какие третья вы не сможете получить местные водительские права как вы сможете по своим правам пока виза вас будет активная и легально здесь находитесь ноgujaBI за нас specifics это vast агент не право вождения автомобиля и правда уже с��은ić действительно есть автора history вы тоже может отд bree бы вы вас не сможете тоже потому что вам надо зарегистрировать зарегистрировать то что зарегистрировать нужно будет в bereit да конadorsку недuplения квадри власти письмо то не буду с жаренне естественная принципе есть способы зарегистрировать документ автомобиля на кого-то подруга, на знакомого, но тогда и все штрафы этому другу и знакомому будут приходить. Нужно ли оно, ему ли ей, неизвестно. Передвигаться вы по Австралии сможете только, я не знаю, на велосипеде пешком, либо автостопом, потому что на самолет вас не пустят. Пусть на местных рейсах особо не сильно проверят, не то что международные рейсы, но документы вас проверят, если они уже недействительные, вас задержат и депортируют. То есть этого сделать тоже не сможете. Что вы сможете? Вы сможете где-то за наличку снимать жилье, за недорого, потому что зарабатывать вы особо не сможете. Вы сможете работать только где-то в черную, подрабатывать за кэш, за наличку черно-рабочим, чтобы мыть посуду в кафе, ну, что-нибудь такое вот, совсем простое. И позволить вы сможете себе достаточно все скромно поесть, одежду базовую, там, не знаю, какие-то такие базовые вещи, да, то есть минимальное для проживания и жить, бояться в страхе, что наступит тот день, что вас все-таки найдут и депортируют. С другой стороны, я уже здесь живу больше четырех лет, за эти четыре года меня останавливало, к примеру, так называемое ГАИ, да, полис, два раза. И оба раза, пусть на какие-то длинные праздники, это был риск контроль, это значит, что просто всех останавливали из толпы и проверяли на алкоголь, на дыхание. Больше меня никто не останавливал. То есть шанс попасться в полицию на дороге, ну, достаточно минимальный, если только не какие-то праздники, не воскресенье утром, вот, после субботы, после пьянок, полиция проверяет всех на дыхание. Вы будете здесь жить нелегально, очень скромно, шаг лево, шаг вправо, депортация, вас ловят, позволить себе вы ничего не сможете. И еще мне задают вопросы, а если я проживу там 5-10 лет, дадут ли мне потом все официально? Нет, ребята, не дадут, Австралия не делает такого, она не дает амнистии, скажем, если вы здесь пожили сколько-то, а нет такого, что она скажет, все, приходите с такого-то по такого-то, если вы нелегально, мы вам дадим вид на жительство, любое гражданство, что-то нет, Австралия такого вам не даст. Видите, когда немножко преврат налево, то есть вы будете, как первые поселенцы белые, да, таким заключенным в Австралии. То есть вы будете заключенным в Австралии, нелегально отсюда, никуда вы даже деться не сможете. Подумайте, здесь есть все плюсы и минусы, если вас это устраивает, ну, рискуйте, я бы не советовал. Я считаю более простой, быстрый, надежный способ и спокойнее для нервов, это официально, легально сюда приехать, получить визу и уже обосноваться здесь, не боясь ничего и потом не переживая, что что-то вдруг, можно спать спокойно по ночам, не переживать по поводу любого шороха. Вдруг эта миграционная полиция за мной пришла, меня сейчас обратно отправят куда-нибудь. Я считаю, что на вопрос я ответил в полной мере. Надеюсь, что больше у меня таких глупых вопросов, я считаю, этот вопрос глупый, задавать не будут. Если вы считаете, что видео было полезное, палец вверх, подписываемся на мой канал, подписываемся на мой инстаграм и перископ, везде можете меня найти, как Sydney Online, оставайтесь в курсе, пока. Субтитры сделал DimaTorzok